Несколько дней до Рождества, 2009 год, Маракеш. 20 декабря 26-летняя Жюли Деруэт в 16.00 сошла с трапа самолета. Женщина тщательно готовилась к этой поездке. Детей от предыдущего брака она отправила к своим родителям и даже купила хиджаб. Француженка приехала познакомиться с бабушкой и дедушкой своего жениха и хотела произвести хорошее впечатление. Ее первый брак был катастрофой. Рукоприкладство, скандалы, истерики. И, наконец, она нашла идеального партнера. Избранник нашей героини, 29-летний Джамель Леуми, по происхождению Франко Алжирец. Он с родителями давно живет во Франции, но более старшие родственники остались в Алжире, в поселении на границе с Марокко. Джамель – привлекательный, богатый, спортивного телосложения вдовец. Ранее профессор гражданского строительства. Сейчас он работал учителем технологии и являлся владельцем детского центра. Он безумно любил детей. В аэропорту жениха не оказалось. Но для Жюли это не стало неожиданностью. Джамель вылетел на пару дней раньше, предупредив невесту, что у него много дел в Марокко. И, скорее всего, он не сможет встретить ее в аэропорту. Молодая женщина вызвала такси и отправилась в заранее забронированный номер в отеле. Но, к сожалению, жениха не оказалась и в номере. Начиная переживать, Джули стала звонить Джамелю. Она совершила более десяти звонков, но ответа так и не получила. Оставив тщетные попытки дозвониться, девушка записала сообщение на голосовую почту. «Ты где? Я жду тебя в отеле. Куда ты пропал? Почему не берешь трубку?» Весь вечер Жюли провела в одиночестве. Она заказала еду в номер и обратилась в сервис по бронированию автомобилей. Джамель предупреждал, что до границы с Алжиром они поедут на машине, и просила ее, как только она приедет в Марокко, сразу же обратиться в Сикст или другие сервисы. Наконец, в 22.30 Джамель объявился. Он застал невесту, заплаканную на кровати. Мужчина встал на одно колено и протянул с Жюли бархатную коробочку. Стало понятно, где он все это время пропадал. Джамель купил кольцо с огромным бриллиантом. Жюли продолжала плакать, но теперь уже от счастья и с радостью ответила «да». Джамель велел любимой собрать вещи и проследовать в машину, так как они выезжают прямо сейчас, ночью. Днем он также арендовал машину и заплатил вперед за сутки. Чтобы не прожигать деньги, они приняли решение отправиться на двух автомобилях. Жюли ехала впереди, а Джамель сразу за ней. Хотя это было довольно странно, ведь Жюли не знала дороги. Почему же мужчина не захотел ехать впереди? На второй кольцевой развязке Жюли потеряла жениха из виду. Женщина хотела остановить машину. Как вдруг почувствовала сильный толчок. Затем еще один и еще. Все произошло так быстро, что Жюли не справилась с управлением и врезалась в пальму. Но на этом сюрпризы не закончились. К машине подошли двое мужчин. И со стороны водителя, и со стороны пассажира. Один из преступников схватил Жюли за волосы и хотела вытащить на улицу. Но ее крепко держал пристегнутый ремень безопасности. Однако бандиты не додумались его расстегнуть. А продолжили избивать девушку. Били жестоко. Головой о руль хватали за волосы, затем в ход пошли ноги. Неожиданно послышался хруст. Этот хруст Жюли никогда не забудет. Это был перелом шейного отдела позвоночника. Но монстры продолжали беспощадно пинать Жюли ногами. До тех пор, пока она не перестала кричать и сопротивляться. Затем злодеи выдернули серьги из носа и ушей, сняли другие драгоценности и скрылись. Они думали, что добили жертву. Но Жюли выжила. Женщина потеряла сознание от боли, но как только пришла в себя, позвонила в экстренные службы. Уже под утро молодую француженку доставили в больницу. Когда Жюли очнулась, Джамель плакал у ее ног, обвиняя себя в произошедшем. Ведь он свернул в другой поворот и оставил невесту одну. Травмы Жюли получила ужасающие. Переломы обеих рук, перелом позвоночника в двух местах, которые задели костный мозг. Переломы костей лицевого скелета. Да и врачи давали нерадостные прогнозы, либо паралич, либо смерть. Однако марокканский нейрохирург поистине совершил чудо. Ему удалось вытащить женщину с того света. Он провел сложнейшую операцию на позвоночнике, во время которой соорудил конструкцию с титановых пластин и четырех винтов. Вопреки ожиданиям, Джамель не стал заботиться о невесте. Почти сразу же после случившегося он улетел во Францию, объясняя это тем, что его матушке предстояла операция на колени. Разумеется, операция на колени куда важнее невесты, которая находится на грани жизни и смерти. Жюли выписали 29 декабря, перевезли во Францию, где ее снова госпитализировали. На родине ей провели еще четыре не менее сложные операции. На этот раз, пока она оставалась прикованной к постели, о ней заботились родители и дети и помогали с реабилитацией. За все это время Джамель ни разу не навестил любимую невесту, на звонки отвечал очень редко, а в те единичные случаи, когда брал трубку, говорил не более пяти минут. Прикованная к постели Жюли начала подозревать и сомневаться в любимом. Тем более, что перед самой поездкой будущий муж заставил ее подписать несколько документов страхования жизни в его пользу, со страховщиками и по интернету. На астрономические суммы. По ним, в случае ее смерти в Марокко, жених получил бы от пяти до семи миллионов евро. Неплохая компенсация за смерть невесты. 11 июня 2010 года Жюли наконец закончила интенсивную реабилитацию и встала на ноги. Хотя, по правде, боль никуда не делась. Она буквально жила на морфине. Но самое печальное, что после появления привыкания ни одно лекарство не могло избавить ее от мук. Первым делом после выздоровления Жюли отправилась на квартиру, в которой не появлялась вот уже около полугода. Хоть дверь и была закрыта на замок, в ней явно кто-то побывал, так как в квартире царил хаос. Все вещи были разбросаны, а содержимое шкафов валялось на полу. Кроме того, Жюли всегда проворачивала ключ на один оборот, а в этот раз, кто закрывал дверь, провернул ключ дважды. Ключи от квартиры были только у Жюли и в Джамеле, а из дома пропали только документы о страховании жизни. 12 июня Жюли обратилась в полицию по поводу ограбления и покушения на убийство, ведь не вызывало сомнений, кто именно заказал нападение в Марокко. Жандармы поначалу были настроены скептически, но стоило им пробить по базе Джамеля, как скепсис тут же пропал. И началось расследование. Как оказалось, Жюли не первая пострадавшая в отношениях с подозреваемым. Джамель Леуми ранее был женат на Кэтлин Вассер, и мужчина по страховке получил 1,2 миллиона евро. Авария произошла при довольно странных обстоятельствах, и об этом мы сейчас поговорим. В январе 2006 года у Джамеля появилась навязчивая идея совершить совместную прогулку на велосипедах. У Джамеля уже был велосипед, а Кэтли стоило приобрести, поэтому они отправились в спортивный магазин. Продавец не советовал кататься в такое темное время суток, ведь фонарики светили слабо, а сами покупатели были одеты полностью в черную одежду. Но пара не послушала его советов и отправилась домой на велосипедах. Кэтлин ехала впереди, а Джамель за ней. Вам это ничего не напоминает? Внезапно из ниоткуда появился автомобиль и сбил Кэтлин. Удар был такой силы, что велосипед улетел на несколько метров вперед, но машина не остановилась и продолжила путь. Спустя некоторое время по той же дороге ехал еще один автомобиль. Водитель увидел брошенный велосипед и решил поинтересоваться, что произошло. Он заметил в кювете лежащую женщину, над которой сидел мужчина и кричал о помощи. Это был Джамель. Но почему он сам не вызвал скорую помощь и хотел ли он ее вызывать? Джамель самостоятельно перетащил тело на обочину, что при таких травмах категорически запрещалось сделать. Молодую женщину доставили в больницу. Пострадавшая находилась в коме и родных уведомили о трагедии. Каково же было удивление родителей, когда они узнали, что дочь замужем? Кэтлин встречалась с Джамелем шесть месяцев, а затем они тайно поженились. И на это были причины. Какие, вы поймете позже. Джамель активно сотрудничал с полицией и на тот момент не вызывал никаких подозрений. Ведь не может же примерный учитель совершить убийство. Мужчина подробно описал машину, сбившую Кэтлин. И автомобиль вскоре обнаружили всего в километре от места аварии. На ней имелись признаки столкновения, царапины, битое стекло. Но машина оказалась в угоне. Никаких отпечатков пальцев или ДНК внутри не было. А владелец машины и вовсе жил в другом городе. В целом, дело тогда закрыли. Кэтлин погибла 6 февраля 2007 года. Так и не придя в сознание. А Джамель разбогател. Он получил более миллиона евро. Ведь незадолго до смерти предусмотрительно застраховал супругу. 200 тысяч мужчина инвестировал в бизнес. В детский парк развлечений. Ведь он очень любил детей. Но своих, к сожалению, не было. В этом же парке в 2009 году он познакомился с Джули. Эти отношения были похожи на сказку. Джули наконец нашла идеального мужчину. Красивого, очаровательного, богатого, который любил ее дочерей. Пара провстречалась всего два месяца, как Джамель сделал у Джули предложение. Но при одном условии. Перед тем, как расписаться, он настоял на том, чтобы съездить в Алжир и получить благословение родственников. Мужчина настаивал, что для получения визы необходимо оформить страховку. Так Джули и оказалась в этой ловушке. Визу в Алжир получить не удалось. Но Джамель уговорил невесту полететь в Марокко, а уже оттуда на машинах отправиться к родным. Мужчину арестовали спустя два месяца после подачи заявления Джули. Все это время офицеры не спускали с него глаз. И во время наблюдения они выяснили еще более интересные факты. Джамель не мог жениться на Джули. Так как с 2008 года состоял в браке с женщиной по имени Селин. С ним познакомился задолго до отношений с Кэтлин. То есть, насколько я поняла, Селин была его школьной любовью. После ареста Джамель рассказал свою историю событий. С Джули они действительно познакомились в парке, но спустя два месяца расстались. Джули Деруэт, любовница, преследовала его повсюду. Присылала на почту письма, в которых плакалась о безответной любви. Во время инцидента с избиением Джамель находился в Марокко, но по той причине, что отдыхал там с законной женой Селин. А Джули он не звал и не знает, как она там оказалась. Более того, на момент аварии у него якобы имелось алиби. Мужчина находился с супругой в Касабланке. Подытожим. Бедный мужчина страдает от преследований сумасшедшей любовницы, которая приезжает к нему даже в Марокко и портит отдых с супругой. Затем она попадает в неприятности и обвиняет его во всем. Но если Джули действительно сумасшедшая, то зачем Джамель подписывал бумаги о ее страховании? Джули также допросили в полиции и провели психологическую экспертизу. Эксперт не выявил никаких признаков ревностной или маниакальной личности. Но все же было одно «но». Письма, которые Джамель предоставил в качестве доказательств невменяемости Джули, действительно были написаны ее рукой. В них она писала о своей любви, просила дать ей шанс, молила о взаимности. По словам Джули, письма писались под диктовку. Дело в том, что она была католичкой, а родные Джамеля исповедовали ислам. Мужчина говорил, что родные могут дать разрешение на брак, только если поймут, насколько Джули его любит. Именно для этого и писались эти письма для матери Джамеля. Да, звучит бредово, но в целом я могу в это поверить, ведь женщина застраховала свою жизнь на незнакомца. Она была довольно наивной, да и в целом, как говорится, любовь ослепляет. Расследование продолжалось. И начался суд. Джамеля обвиняли в убийстве первой супруги и покушении на убийство Джули. Однако у мужчины было алиби. Согласно показаниям Селин, официальной супруги, в ночь аварию Джамель был с ней. Кроме этого письма, одержимой Джули, где она буквально молила о любви, даже писала, что в случае своей смерти доверить ему детей, тоже свидетельствовали в его защиту. Адвокаты пытались выставить Джули дурой, ведь она писала под диктовку письма, которые фактически были ее завещанием, хоть и не хватало подписи нотариуса. Оформила страховку и бенефициарам записала не детей, не родителей, а мужчину, которого знала всего два месяца. Перспективы были удручающими. Адвокат Джули просил ее готовиться к худшему, ведь, скорее всего, она проиграет суд и еще будет выплачивать компенсацию Джамелю за все эти суды и прочее. Но случилось нечто неожиданное. В это время в поле зрения полицейских попала еще одна девушка, которая также застраховала свою жизнь в пользу Джамеля. На этот раз страховое агентство само обратилось в полицию, прямо во время суда Джули. Ведь действительно выглядело очень подозрительно, что Джамель страхует всех своих спутниц. Причем одна умирает, вторая получает серьезную травму и чудом остается в живых. Что ждет следующую? Женщиной оказалась 37-летняя Карин, продавщица в магазине. В ее страховом листе прописано, что в случае ее смерти Джамель получит 2 миллиона евро, а несчастный случай обойдется в 3 миллиона. Полицейские установили на ее телефоне прослушку. И один разговор показался офицером занимательным. В разговоре Карин пожаловалась, что сегодня ее преследовала и чуть не сбила машина. Она еле успела спрятаться в каком-то кафе. На что Джамель грустно вздохнул и предложил устроить отпуск в Марокко. Оправиться от пережитого и познакомиться с родственниками Джамеля. Ведь он предлагал Карин жениться. Карин вызвали в жандармерию, где девушка рассказала, что познакомилась с Джамелем в свингер-клубе. Их отношения были тайными. Мужчина просил о них никому не рассказывать. Он дарил подарки и красиво ухаживал. И в качестве доказательства любви предложил оформить страховку друг на друга. И наивная женщина повелась. Прошу вас, запомните эти слова. В качестве доказательства своей любви никогда не оформляйте страховку на незнакомца. Итак, Джамеля снова вызвали в полицию. Но угадайте, что он сказал. Мужчина признался, что действительно знаком с Карин. Но это именно она заставила его оформить страховку. Потому как она манипулятор и сталкер. Она шантажировала, угрожала и всячески на него давила. Опросив работодателей Карин, офицеры пришли к выводу, что женщина является, ну, практически умственно отсталой. Она была доверчивой, наивной и, работая в магазине, не могла дать сдачу клиентам. Просто потому, что плохо считала. Поэтому женщина работала только в зале, одевала манекенов и выполняла другие несложные обязанности. Это не тот человек, который способен на коварные манипуляции. Выходит, три жертвы, из которых две одержимые любовницы и один невинный Джамель. Но на одного белого и пушистого Джамеля аж целых три страховых документа. Но самое удивительное были и другие женщины. Джамель был зарегистрирован на сайте знакомств и многим женщинам отправлял свои фотографии. Он позировал обнаженным, полуобнаженным или с букетом цветов. Говорил, что мечтает о серьезных отношениях и готов жениться. Итак, в конце 2010 года вновь начался суд. Изучая французские дела, убеждаясь в том, что суды во Франции – это отдельный вид драмы. Итак, выяснилось, что Джамель, который в 2006 году женился на Кэтлин, в тот момент долгое время встречался с Селин. Фактически, он женился на любовнице. Кэтлин не сообщила родным о свадьбе по той причине, что, по словам Джамеля, ее мать – расистка. То есть, фактически, мужчина женился на Кэтлин, хотя имел отношение с Селин. Затем, после смерти жены, он получил выплаты, купил жилье, машину, приобрел бизнес и женился на Селин. Вскоре деньги стали заканчиваться, и необходимо было что-то предпринимать. Так, в детском парке он познакомился с Жюли, которая явно не блистала умом. С помощью манипуляций и очарования он уговорил ее оформить страховой полис. Селин, видимо, об этом знала и предоставила мужу алиби. И примечательно, что Селин никогда не оформляла на себя страховой полис. Эх, любовь. И от Джамеля никогда не поступало таких предложений. В течение полугода, пока Жюли боролась за свою жизнь, Джамель придумывал пути отступления, но все же надеялся получить деньги. А когда ничего не вышло, оборвал все контакты, украл документы и выставил Жюли психопаткой. Затем он познакомился с Карин, которую также хотел обвести вокруг пальца. Кроме этого, мужчина был частым гостем в свингер-клубах, стрип-клубах, да и в целом был нимфоманом. Хотя это не является правонарушением, но забавно, когда такой озабоченный убийца владеет детским центром. Арестованный в 2010 году подозреваемый был обвинен, передан в суду и приговорен к 30 годам решения свободы. В 2014 году судом присяжных Эссена за убийство, покушение на убийство и мошенничество, генеральный прокурор, запросивший пожизненное, посчитал, что если бы Жюли и Карин погибли в результате несчастного случая, как Кэтлин, Джамель Лиолми получил бы в общей сложности за троих более 10 миллионов евро. На каждом судебном процессе обвиняемый неоднократно заявлял о своей невиновности. Он всегда утверждал, что стал жертвой серии драматических совпадений. Благодарю вас за просмотр. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца.